Краткое содержание рассказа Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека». Юность Андрея Соколова приходится на трудное время, когда в стране свирепствует сильный голод. Чтобы выжить, он отправляется на Кубань, где вынужден тяжело работать. Вернувшись в родной Воронеж, он женится на скромной доброй девушке. Семейная жизнь Андрея Соколова складывается очень удачно. В браке у него рождается трое детей – сын Анатолий и дочери Насти и Оля. Безоблачное счастье семьи разрушает Великая Отечественная война. Андрей попадает на фронт шофером. Он дважды получает ранение, а весной 1942 года оказывается в немецком плену. Мужчина пытается бежать во время перегона, но на него натравливают собак. Соколов два года тяжело трудится на каменном карьере, а затем его определяют шофером к военному инженеру. Герой выбирает подходящий момент и сбегает к своим. В госпитале Соколов узнает о страшной гибели своей семьи. В живых остается лишь сын Анатолий, который воюет на фронте. По страшному стечению обстоятельств юноша погибает в день победы над фашистской Германией. Герою сложно пережить боль утраты, и он уезжает в другой город. Однажды Соколову на глаза попадается маленький мальчик, круглый сирота. Мужчина усыновляет Ванюшку, который возвращает ему утраченный было смысл жизни.